Путин не вечен. Рано или поздно ему придется уйти в силу возраста или каких-то других событий. А нам, молодым, в этой стране еще жить. И жить нам хочется в процветающей стране. Но как ее создать и как все должно работать? Об этом я и хочу сделать серию видео под общим названием «Образ будущего». И первый выпуск у нас о СМИ. Владимир Путин, приходите на телеканал «Дождь» и отвечайте на вопросы. Позиции органов власти никому вообще не интересны. Как сделать так, чтобы олигархи не борзели? Они должны борзеть. Это же не вопрос только цензуры. Это вопрос просто убожества. Мы не будем говорить о развлекательных медиа, блогерах с YouTube. С ними и так все хорошо. Наш разговор с людьми, посвятившими свою жизнь журналистике, мы будем вести об информационных СМИ и в первую очередь о телевидении. Чтобы провести любую реформу, нужна политическая воля на изменения. Независимые и крутые СМИ трудно сделать в сферическом вакууме и в стране, в которой не работают суды, нет парламента и защиты элементарных прав. Но даже в свободной стране к организации работы медиа есть вопросы. Медиа должны напоминать власти о долге, о обществу, об идеалах. Проще говоря, делать так, чтобы чиновники не борзели. Но как сделать так, чтобы не борзели и олигархи? И что делать с медиавойнами? У меня есть несколько предложений. Первое. Первый канал, НТВ и другие телеканалы должны быть частными. Возможно, оставить государство в ГТРК. Государственное телевидение имеет право на существование, чтобы доносить позиции государства. Но оно должно конкурировать с другими СМИ по общим для всех правилам. То же самое и с Russia Today. Я не против обеления имиджа России за рубежом через официальный канал информации. Но принцип для любой госструктуры должен быть один – не врать и не воровать. Второе. Считаю, что бенефициары всех медиа должны быть открыты. То есть люди должны знать, что этот канал принадлежит такому-то человеку, а этот другому. И, конечно, не должно быть такого, что крупные СМИ покупаются бизнесменами на сдачу от профильного бизнеса. Не должно быть олигархов. Тогда и СМИ не нужно будет от них защищать. Также возможно введение для крупных СМИ правила финансового фэрплея, как в НХЛ или футболе, когда клубы могут тратить только заработанные деньги плюс определенную фиксированную сумму. Третье. В качестве альтернативы судам для разбора заказных материалов медиа и других некрасивых историй, убивающих журналистику, должен быть создан независимый арбитраж из людей с высокой репутацией. И, конечно, никакой цензуры и общие понятные правила игры одинаковые для всех. Эти и другие предложения я обсудила с Леонидом Парфеновым, Алексеем Венедиктовым, Алексеем Пивоваровым и другими журналистами. Цензура. Вы когда-нибудь сталкивались с ней? В прошлой жизни на телевидении или сейчас? Конечно. Как с ней бороться? С цензурой? Да. Ну, ты либо принимаешь правила игры, прогибаешься до какого-то момента, до которого ты готов, или до бесконечности, если ты готов, и становишься тогда частью этой машины, либо уходишь. А как с ней еще бороться? Любое медиа может быть вот так, по щелчку пальца закрыто, да? Вот, ты можешь лишиться своей аудитории, ты можешь лишиться рекламодателей, ты можешь лишиться помещения, ну и так далее, и тому подобное. Тебя могут привлечь к уголовной ответственности, к административной ответственности, тебя могут оштрафовать. Вспомним историю с Евгением Альбацией, The New Times, да? Бешеные штрафы, за что? Тебя могут объявить нежелательные организации, тебя могут объявить иностранным агентам. Ну, то есть, такое количество угроз мы когда-то посчитали, что помимо закона о СМИ, мы насчитали более 90 законов и подзаконных актов, которые так или иначе ограничивают свободу СМИ. Ну, начиная вот эта вот экстремистская организация запрещена в России, заканчивая информацией, которая может вызвать негативные эмоции или страх у лиц, не достигших совершеннолетия и так далее. То есть, в целом мы досчитали почти сотню разных подзаконных инструкций, актов, указов, приказов, вот этого всего, что так или иначе ограничат работу СМИ. Если это все отменить, то оно само как-то выправится, но только это очень долгий путь. Мы же знаем, что сломать можно очень быстро, а чинить очень долго. У нас самыми несвободными являются, что называется, институционализированные медиа. Те медиа, которые должны создавать и отрабатывать ежедневную повестку новостей. Про какие вы говорите медиа? Да все. Ну вот, какое ни возьми медиа, которое 20 лет назад возникло. Вот все медиа, они так или иначе находятся там, я не знаю, любая газета. Любая. А какая газета в России, так сказать, не подвержена звонкам? Хороший вопрос. У меня нет ответа на него. Ну, мне кажется, что таких уже нет. Поскольку все эти собственники так или иначе находятся в России, все они достижимы, все они так или иначе находятся под риском цензуры. Так или иначе, просто они как-то там балансируют. И часто это практически невозможно сделать. Вот, поэтому, но это медиа, которые должны, грубо говоря, вам рассказывать ежедневно, что произошло там в мире. Пересказывать повестку там каких-то, я не знаю, там иностранных медиа, что они там накопали. Вот, рассказывать там, выкапывать, что здесь произошло. У нас был выделенный человек из администрации, был такой Костя, нет, как его звали-то? Костин, Константин, Константин Костин, такой был помощник Суркова. Я из Люберец вообще вырос, у нас таких там много было по речи, по выражению лица, вот. Вот. Таня Исаева, которая после моего ухода стала начальником сервиса, а когда я работал в новостях, она была начальником по работе с партнером, у нее был специальный телефон, на который этот Костин звонил и что-нибудь там рассказывал, что ему не нравится. Типа, почему у вас там, я не знаю, нет сюжета про стратегию 2020? Смешно, кстати, было такое слово, стратегия 2020, а сейчас мы уже, да, в 20-м году находимся. Вот. А там, а история была очень простая, что, ну, они разослали что-то типа пресс-релизов, там, всем СМИ, и СМИ из-под палки многие его напечатали, неисправили ни строчки. А тут был обычный алгоритм, не знаю, определения дубликатов, эти все документы определились как дубль и нормального сюжета не получилось. Ну, то есть, чистая история, когда технологически, очень простое технологическое решение фактически помогло побороться с накрутками в тот момент. Ну, там, позже они лучше научились с этим справляться. Ну, вот он там ругается, спрашивает, мы через день отвечаем, он там пишет. Все это очень неубедительно. Ну, вот в таком виде мы жили довольно долго. А почему вы ушли из Яндекса? Ну, потому же, почему и пришел. Они, понимаете, они задали такую, такую высокую планку, вот, и отношение к работе, и истории с этим принятием решений, и с этой свободой, которая обязательно должна уравновешиваться ответственностью. Ну, у меня пунктик вместе про ответственность и про свободу, да, одно без другого не живет. Вот, был хороший баланс. И когда я понял, что эта планка, как-то она опустилась, на мой взгляд, это чисто субъективно. Когда я понял, что есть какие-то вещи, которые, мне кажется, правильно делать, я не могу убедить сделать так, что они будут делаться, и сам процесс принятия решения мне непонятный стал, ну, я почувствовал, что слишком большая для меня компания, или я ей не подхожу, и нужно расставаться. Государственные и частные СМИ. Должны ли существовать государственные СМИ, в том числе телевидение государственное? Или это только рынок? Ну, у меня глубокое убеждение, что, конечно, только рынок, и никаких государственных СМИ быть не должно, и они не нужны. И именно потому, что только в рынке побеждает сильнейший, только в рынке, возможно, вот такая здоровая конкуренция. Почему вот я все время, опять же, даже в нашем контексте, нашей страны, я все время привожу такие два примера, очень ярких. У нас невероятная конкурентная среда, например, в ресторанном бизнесе, в сервисных услугах, в, там, не знаю, условно, в доставках и так далее, там, где частный бизнес. Встроенный дефект российских СМИ – избыточное присутствие государства. Это все равно, что если бы среди ресторанов были еще государственные рестораны, и там бы тетки в кокошниках, вот с передниками, с халами накрученными, с сиськами и с попами подавали бы слова от столичных. Я очень люблю фразу, несмотря на то, что она звучит довольно пафосно, но мне очень нравятся фразы, что СМИ нужны для того, чтобы напоминать власти о долге, а общество об идеалах. Вот. И если говорить вот в этом разрезе, то мне как раз ближе идея общественных СМИ, понимаете? Не государственных, а общественных. То есть, когда условное министерство печати, связи, массовых коммуникаций, как угодно в прекрасной России будущее будет называться это, когда оно будет выделять деньги, оно и будет заказчиком. И в любом случае информация будет искажаться в сторону заказчика. Мы это видели много раз. Невозможно. Государство – это репрессивный механизм в любом случае. Так вот, позиции органов власти никому вообще не интересны. Органы власти созданы для того, чтобы обеспечивать общество, гарантировать ему там одно-другое права, свободы, защищать его и так далее. И какая-то часть репрессивных, конечно же, мы отдаем государству какую-то часть репрессивных функций. Но, тем не менее, контроль за этим должен быть только общественный. И поэтому идея общественного СМИ – да, окей, но не государственного. По моим наблюдениям, там, где есть бюджетные деньги, Независимо от того, идет ли речь о России, идет ли речь о каком-то другом государстве, о каком-то другом СМИ, там, с точки зрения эффективности, все часто бывает не очень хорошо. Потому что бюджетные деньги, которые воспринимаются как дармовые деньги, они медиапортят в общем. Поэтому, с моей точки зрения, чем больше СМИ разных и частных, тем лучше. У нас главная проблема не в том, что есть там ВГТРК и Первый канал, и оба под контролем государства. А у нас проблема в том, что у нас нет рынка, у нас нет конкурентного рынка. И это отражается абсолютно на всем. В частности, это отражается на качестве журналистского или журналистского контента, который мы видим. Отсутствие конкуренции убивает профессионализм. И тот продукт, который выдается федеральными каналами под названием «Журналистика», самое яркое тому подтверждение. Я в Череповце работал на Вологодском областном телевидении во времена позднего Брежнева, раннего Андропова, и ходил в городскую библиотеку имени Врещагина поднимать настроение. Я брал журнал «Корея сегодня» и смотрел статью про то, что это историческая сосна на вершине горы Пиктусан, где любимый вождь и учитель товарищ Ким Мерсен сказал, мы будем развивать наше сельское хозяйство. И, глядя на эту иллюстрацию, думал, что ну все не так плохо. Как только где-то присутствует государство, там совок. Армия поэтому советская, суды советские, парламент советский и все прочее. Все то, что у нас государство, оно у нас все до сих пор советское. Ну, потому что казенный в великом и могучем русском языке два смысла имеют – относящийся к государственной собственности и скучный. Это же не вопрос только цензуры, это вопрос просто убожества. Это просто вопрос журнала «Корея сегодня». Я не вижу ничего страшного в том, что государство владеет телеканалом или СМИ. Это нормально. При условии, что частным СМИ и телеканалом обеспечены такие же возможности работы и донесения информации административно, как и государственного. А как это сделать? Ну, есть же масса отработанных приемов. Есть общественное телевидение. Есть возможности разных, в том числе политических сил, владеть и управлять СМИ. Да пусть бы расцветали все цветы. Вопрос же не в том, чтобы одно какое-то СМИ несчастное принадлежало государству. Вопрос в том, чтобы государство не вмешивалось, не использовало административный ресурс. То есть, чтобы цензура была запрещена не только на бумаге, но и де-факто. Чтобы это было, так сказать, нонсенсом. Да, и в том, чтобы, так сказать, существовали остальные формы медиа. Чтобы можно было иностранным компаниям учреждать медиа. Чтобы можно было российским, чтобы можно было филантропом, чтобы можно было блогером. А там уж как-то это все сварится, еще раз говорю, в каком-то компоте, супе или чем-то. Что-то в этом получится. А как доносить информацию государству? Пожалуйста, приходите на телеканал «Дождь». Владимир Путин, приходите на телеканал «Дождь» и отвечайте на вопросы. Понимаешь, в этом же и крутость. Понимаешь, в этом крутость конкурентных независимых СМИ. Потому что ты приходишь на любую площадку. Ты можешь пойти на телеканал «Дождь». Ты можешь пойти на первый канал, который представьте, если он частный, развлекательный. Дальше у тебя огромная поляна. В том-то и дело. Понимаешь, тебе не надо ходить только на канал ВГТРК и только там давать интервью. И эти паркетные интервью, понимаешь, которые, где не зададут тебе ни одного острова или какого-то вопроса. То есть, условно говоря, должно быть и государство, и рынок. У государства должен быть какой-то канал, там, в интернете, на телевидении, через который он может транслировать информацию, но при этом должен быть еще рынок, частный СМИ. Нет, не так. Государство может, как собственник, иметь свой канал, но он должен конкурировать, повторяю, в том числе и за информацию, а не иметь государственных приоритетов. Поэтому вопрос, повторяю, не в собственнике, а в конкуренции. Как ее обеспечить? Законами. Ее надо обеспечивать законами. Антимонопольными законами, в первую очередь. Что делать с первым телеканалом, с НТВ, с ВГТРК и так далее? Ничего, они должны конкурировать с другими частными телеканалами на равных условиях. Они должны принадлежать государству? Это не имеет значения принадлежность. Еще раз, у государства может быть один канал, не должен быть единый собственник. Сейчас, на самом деле, если говорить о федеральном телевидении, либо напрямую, как ВГТРК, либо посредством аффилированных лиц, как Первый канал или НТВ, государство практически является монопольным на рынке телеканалов. Вот эта монополия должна быть разрушена. И пусть телеканал остается в ВГТРК как государственный, при этом НТВ и Первый канал, как это было во времена Владимира Ельцина, переходят в руки частных владельцев. Приватизация. Приватизация. Ну, я, честно говоря, формально, как я понимаю, НТВ и Первый канал принадлежат частным лицам или государственным корпорациям, как в случае НТВ. Поэтому, как это сделать и как это перейти, я не знаю. Но да, если не юридически, то по смыслу приватизация. В бизнесе есть антимонопольный комитет. Должен ли быть здесь какой-то такой вот некий контент-контроль, условно говоря, какой-то надзорный орган? Это, возможно, будет выглядеть как цензура, но не будет являться цензурой по факту. Условно говоря, там, не знаю, представители, лидеры парламентских партий, которые будут, там, не знаю, там, или профессиональные сообщества. Другой здание написало, что это заказуха, что это слив, что это война компромата, действительно, фракция парламентская, действительно, чьё-то расследование, комитет по СМИ в парламенте, или ещё чего-то. Кто угодно может возмутиться, просто люди могут выйти. Даже при советской власти, когда Комсомольская правда напечатала статью «Рагу из синей птицы против машины времени», бешено популярной тогда, люди приходили к редакции и жгли этот номер газеты. На улице правды, нормально, всякое может быть. Но так во всём, ну, всегда поступают люди, честно или не честно, их одёргивают или не одёргивают другие, люди живут со своей репутацией, точно так же и СМИ. Понимаете, некий единый орган, который смотрит, чтобы всё писали хорошо, ну, это чушь собачья. Ну, что это? Госкомправда? И нужна этика, и нужно взросление гражданского общества, и нужна ответственность элит, и это не возникает разом. Да, мы, значит, мы не сжили 90-е годы, это должно пройти. Это такая горь, такие детские болезни, которые сживаются со временем. Но быстро это не происходит. При государственном участии это не происходит никогда, потому что мы всё время видим государственные кампании. То у нас Лукашенко стратегический союзник, то он назван батька на федеральных телеканалах. В 90-е годы была свобода слова, и при этом эта свобода слова пользовались для того, чтобы мочить аппаратных оппонентов власти. Так и будет, поэтому должно быть радо. Что сделать так, чтобы не было? Ничего не сделать так. Во-первых, есть и должны быть. Ещё раз повторяю, антимонопольный комитет. Во-вторых, должны действовать суды. Если мы говорим о прекрасной России, там должны быть суды. Нет, суды. Секундочку. Суды независимы от исполнительной и законодательной власти. Мы же с вами говорим, как бы вообще, как должно быть. Суд должен разбирать, насколько это было оскорбление, насколько это была неправда. Возможен некий орган, который является, как в Великобритании, предположим, или во Франции, такой орган, который создают разные корпорации, которые следят за тем, чтобы СМИ соблюдали законы. Все СМИ признают, вот есть такая комиссия по контролю, Комкон, да, которая может выносить предписание. Мы все договорились, может выносить предписание. И это может быть, если разные владельцы или разные СМИ об этом договорятся. Если нет, то суды. Но в России при Ельцине, да и сейчас существует вот это большое журналистское жюри, скажем так, да, и условием, особенно при Ельцине, это было разбора этих конфликтов, было то, что мы признаем компетенцию этого жюри. И если мы признаем компетенцию, то мы и наши процессуальные противники не идут в суд. То есть мы выбираем или суд, или профессиональное сообщество. Довольно долго это функционировало неплохо. То есть это общественный договор. Общество. Не президента и парламента, а общество. Общество устанавливает контроль за чем бы то ни было все-таки через государство. Вот я считаю, что в правильном государстве мы ходим на выборы и платим налоги ровно для того, чтобы государство в том числе контролировало видеоконтент, чтобы, например, я как родитель был спокоен, что на какой-то, ну, приличной платформе моему ребенку не начнут показывать порно, например, да. Вот за этим мне нужна проверенная платформа и государственная в том числе для этого нужна. В том числе для этого. Всякие еще общественные органы, которые еще, значит, силой просто своей мысли и авторитета, но это, знаете, это общественная палата при наличии парламента. Зачем нужна общественная палата, если есть парламент? Казалось бы, да? Госпропаганда должна быть или нет? Где? На телевидении, в интернете. Давайте определимся по терминам. Что такое пропаганда? Вот что вы называете пропаганду? Если вы имеете в виду ложь и вранье, оно не должно быть ни на частном, ни на государственном. Опять, еще раз повторю, для меня важен рынок. Я, например, пропаганду называю следующее, когда медиа или журналисты заранее знают цель и к нему подбирают факты. Вот какую цель вы хотите достичь? Чтобы все ненавидели Албанию. И мы набираем факты. Чтобы все ненавидели оппозицию. Ну, оппозицию, Албанию, Украину, не важно, чего-нибудь ненавидели, не важно, чего-нибудь ненавидели. Вы берете эту цель и к нему подбираете факты. Иногда правдивые, часто ложные, но тем не менее, неполные. Вот это пропаганда. Настоящая медиа не знает цели. Мы говорим и не знаем, какой будет результат. Пропаганда планирует последствия. Мы о них не задумываемся. Медиа я имею в виду. Поэтому для меня пропаганда это просто другая профессия. Ну, другая профессия. Ее надо делать уметь. Мы ее делать не умеем. Вот и все. А кто ее умеет делать в России? В России ее умеет делать второй канал, например. Очень неплохо. Я бы даже сказал, некоторые талантливы. Симоньян умеет делать пропаганду? Судя по просмотрам, да. Я же не могу замерить с той стороны. Но вот Russia Today это как раз не конкуренция, это не рынок. Это там не конкуренция, там не рынок. Вообще государственные агентства, они не конкурируют, потому что за ними стоит государство и бюджет государства. Любое. Но государство может сжать этот бюджет и задушить. А может сжать этот бюджет и сделать так, чтобы он вещал, я не знаю, из каждого утюга. Должен ли быть запрет на профессию у того же Киселева, Соловьева, Симоньян и прочих? Нет. Нет. Право. Просто они будут принимать на работу? Или они будут так же работать? Ну, я не знаю, но в Буграде пусть они так же работают на здоровье. Я совершенно не против. Ну, как бы, Господь любит большое разнообразие. Пусть они говорят все что угодно. Другое дело, что мы же с ними не в конкурентной борьбе, понимаете? Вот когда сто лет назад главным конкурентом возглавляемого в моем здании были РИА Новости, я сказала, ребят, смотрите, мы не в конкурентном поле, вы получаете государственные деньги, и вы на них вещаете. Ну, там еще было много разных условий. А мы в рыночном поле, да, мы должны сначала заработать деньги на жизнь, ну, как бы, и обеспечить себя, и еще принести какой-то доход владельцу. Это неравные условия. Невозможно говорить о конкуренции. Если эти все условия убрать, то, пожалуйста, пусть они вещают. Но всегда будут люди, которые хотят их слушать. Да на здоровье кто же им может запретить? Пожалуйста. Я же говорю, свобода слова для всех. Должны ли быть какие-то финансовые ограничения? Опять же, чтобы не прикупили журналистов, чтобы не было этой монополии и так далее. Например, в футболе и в НХЛ есть такое правило, называется финансовый фэйрплей. Когда ты можешь тратить деньги только те, которые заработал, и сверху там определенную сумму. Или не нужно такого? Вот я про это не знаю, но вот я как раз когда говорила, есть ли какое-то ограничение, это не со стороны, как бы, со стороны, условно, акционера или бизнеса. Ну, может быть, смотри, я не знаю. У меня нет вот этого. Ну, чтобы один, условно говоря, бизнесмен, который мы не будем называть какими-нибудь олигархом, но бизнесмен, который зальет деньгами полностью свою, знаете, отдельный частный телеканал, перекупит всех журналистов. Ну, не всех, понятно, что не все придут у людей с репутацией, имя, опыт там и так далее, но вот сделать вот эту недобросовестную конкуренцию за счет огромного вливания финансовых средств, которые не могут себе позволить, там, не знаю, телеканал «Дождь». Еще раз вернемся. Вот мы должны создать условия, мы в идеальном мире так, чтобы не было такого бизнесмена, у которого есть такой излишек. Ну, послушай, вот смотри, вот давай так, если это нормальный бизнес... Ну, нет, не отнять и поделить, но я имею в виду, что вот если мы говорим про идеальность, что должно как бы так сложиться, что у тебя не может быть такой сверхприбыли, когда ты можешь себе позволить ручной СМИ, понимаешь? То есть не нужно создать условия такие в стране, в нормальном, да, как бы в государстве или в обществе, для того, чтобы сверхприбыли не появлялись. Вы сейчас говорите уже о совсем тонкой настройке. Самое главное, чтобы была, повторяю, конкуренция, в том числе редакционных политиков. Должны быть каналы, которые отражают, и их владельцы отражают, там, левые взгляды, правые взгляды, социал-демократические взгляды, потому что население разное, люди хотят потреблять разное, и они должны конкурировать за этим населением. Я прекрасно помню, когда НТВ, в НТВ обсуждался вопрос о Чеченской войне первой, как освещать, потому что, с одной стороны, всенародный избранный президент Ельцин, которому симпатизировали, безусловно, владельцы НТВ, а с другой стороны, вот, люди показывали опросы, что люди не приемлю Чеченской войны. И тогда, я помню, Володя Гусинский сказал, ребята, мы идем за аудиторией, а не за президентом. Наша аудитория не хочет войны в Чечне. Значит, мы освещаем войну в Чечне. Понятно, как? Вот такая была история. Другой канал освещал, потому что у него главный зритель был Борис Николаевич Ельцин. Он освещал это по-другому. И население, зрители могли выбрать, какая концепция им выше, или сложить. Вот здесь такие новости, здесь такие. Складываем, получаем объективную картинку. Я не знаю, я не большой мастак понимать, вот, медиарегулирование, каким должен быть закон. Мне кажется, что, скорее, это все-таки регулирует рынок. Все-таки сравнение с футболом не очень играет, потому что в футболе короткие карьеры. Репутация не так много значит. Условно говоря, люди активно играют от 20 до 30. С журналистикой все-таки этим можно заниматься и в 70, и в 80. Это другое. Это длинная история, это игра в долгую. И тут действительно много значит репутация. И предыдущие опубликованные материалы работают или не работают на самого журналиста. Не знаю. Я сторонник все-таки того, что все должен регулировать рынок во все другие формы регуляции, а именно государственные, мы уже наигрались. Давайте вот точно в прекрасной России будущего, как это принято выражаться у вас, давайте вот лет 10 точно не подпускать государство ни к этим СМИ. Оно уже, вот у него худшая репутация из всех возможных. Все люди, которые начинают говорить про свободу слова, забывают еще про свободу воли журналиста и про профессиональное достоинство. Понимаете? Ну, я не открою большого секрета, если расскажу, что после того, как меня когда-то там в 2014 году уволили, мне предлагали большие должности. Да, и предлагали за очень большие деньги. Я же не пошла, да, я поехала в никуда с 14 людьми. И не потому, что я хорошая, а потому, что у меня одна жизнь и есть одна профессия. Я у вас уверяю, что таких людей очень много. И поэтому, когда вы говорите, а вот давайте ограничим это деньгами, да, то, например, ну, предложите вы сейчас Юрию Дудю или вам пойти на Первый канал. Вы пойдете? Нет. Ну, и он не пойдет. А тогда мы почему думаем плохо про других? Точно так же и другие журналисты. Если журналист работает без цензуры, если он свободен в том, чтобы как бы говорить то, что он и расследовать, или говорить общество о том, что для него важно, об общественно важных, если плюс к этому у него есть хороший редактор и пристойные условия существования, никто никуда никого не перекупит. Перекупают тех людей, которые работают за деньги. А журналистика – это вообще-то работа тяжелая, неблагодарная, поскольку нас никто не любит. Вот. И вообще-то это не совсем про деньги. Мы путаем журналистику с телеведущими, которые де-факто журналистами не являются. Ну, у меня не повернется язык назвать господина Соловьева журналистом. Или Киселева, или Катерину Андрееву. Вы назовете журналистом? Нет. Это говорящие головы. А если мы говорим про настоящие медиа, про Россию будущего и про там, где будут нормальные журналисты работать, то для них вот это совсем не важно. Вы им обеспечиваете должный уровень, достойную зарплату. Дальше, ну, даже если он увеличит в два раза зарплату, он ее на что-то тратить будет? Вот мне, например, предлагали там увеличиться на много-много, во много-много раз и пойти там большим начальником. Ну, что я там делать-то буду? Мне неинтересно, у меня одна жизнь. Таких людей очень много. Это не потому, что мы хорошие, но просто потому, что хочется заниматься правильным делом и в зеркале видеть человека, а не рептилию. Собственников бизнеса может быть много. Они могут между собой конкурировать. У них могут быть, ну, про медиа-бизнесы говорим, у них могут быть разные повестки. Но это нормально. Когда их много, у аудитории есть возможность выбора. А не приведет ли это к тому, что будет победить тот, у кого больше денег? Если медиа, телекомпании будут принадлежать различным бизнесменам, да, я не называю слово олигарх, а бизнесмен, которые просто кто-то из них будет тратить больше денег, покупать больше журналистов, и все это приведет к такой нечестной конкуренции, которая в конечном счете отразится на повестке и на том, что употребляет зрителям. А вы знаете, Любовь, по моему опыту, много денег не надо для того, чтобы делать успешный медиа. У нас никогда не было много денег, потому что Томск сравнительно небольшой город и сравнительно небольшой рынок. И при том, у нас было достаточно успешное медиа, достаточно известное, с хорошими журналистами. И не всегда эти журналисты уходили от нас из-за денег. При том, что по своим качествам журналистским, по своему уровню, многие из них даже уже перерастали в Томск, однако они не спешили с нами расставаться. Почему? Потому что у нас они имели кое-что другое, кроме денег. Они имели свободу, возможность самовыражения. Это не всегда конвертируется в деньги, но это очень ценится. Бывает объективная журналистика? Бывает объективистская журналистика. Объективные вообще сложно, конечно, потому что все мы субъективные, и в любом случае, даже если мы придерживаемся самых высококачественных стандартов журналистики, мы так или иначе выражаем свое суждение, выражаем свое мнение и подвержены тому, что мы как-то начинаем деформировать реальность в зависимости от того, как мы на нее смотрим. Это естественный процесс, и это нормально. В конце концов, и аудитория всегда это понимает. Те, кто читает «Медузу», наверное, не читают «Комсомольскую правду». Объективистская журналистика, безусловно, есть. И это те самые стандарты, про которые я уже упомянул. Факт-чек, предоставление мнений разных сторон, попытки, по крайней мере, внятно проартикулированные дистанцироваться от предмета изложения, рассказ о героях, а не о самом себе в этой истории. Вообще, объективность журналистики – это миф, придуманный кардиналом Ришелье, когда он стал выпускать первую газету свою. На самом деле, журналист – человек субъективный. Он не может делать объективно ни новости, ни объективно мнения не существует. Но когда у вас есть много разных конкурирующих продуктов, тогда именно судьей становится зритель. Главное, в телевидении не владелец, не журналист, а зритель. Важно, чтобы никакой голос не был заткнут. И тогда, глядишь, он произнесет золотое слово. Что касается хозяина, должны ли быть крупные бенефициары СМИ открыты публично? Чтобы все знали, что вот эту газету… Конечно, конечно. Нет, ну это нормально, так везде, но это общественная информация, ее так или иначе откроют. Ну невозможно, сколь веревочкой не вейся, ты всегда узнаешь, что про Чемизова в этой газете плохо не пишут. Бенефициаров СМИ должны видеть люди или нет? Кто владеет первым каналом? Я не считаю, что это обязательно. Вот мне кажется, что по делам их узнаете их. Чтобы не было монополия? Чтобы, условно говоря, там тот же самый Сечин или Чемизов не мог владеть всеми телеканалами и не создать искусственную монополию? Ну, слушайте, мы же видим, есть рынок или нет рынка. Мы же видим это и по качеству контента, если мы говорим про СМИ, и по доходам, и по прозрачности этих доходов, которые люди получают, например, от рекламы. Есть рынок или нет рынок? Это достаточно очевидная ситуация. Мне, как зрителю, какая разница, кто там у канала учредитель или кто там дал первый взнос? Бенефициары должны быть открыты? Конечно. Вообще все должно быть открыто, понимаешь? Все. И бенефициары, и частных, и любого бизнеса и так далее. Мне кажется, это вообще в принципе, ну, как бы, если мы хотим жить в нормальном обществе, да, тем более, что оно настолько становится прозрачным, транспарентным, что оно все равно станет известным. Просто это, мне кажется, ну, опять, надо ли это делать правилом, не знаю. Просто мне кажется, надо формировать вот это вот, ну, я сейчас буду как идеалист говорить, формировать вот это вот, как бы, открытость там, типа, во всем и демонстрировать это, понимаешь? И это так будет меняться. Это вот, извини, как, опять же, там, в случае с дождем. Мы акционерное общество, в принципе, да, но мы взяли в какой-то момент, поняли, что так как мы живем на деньги зрителей, да, и это реально, ну-ка, то есть на подписку, на какие-то данные и так далее, мы не можем, то есть мы просто должны начать публиковать эту отчетность, да. Должны ли мы это были сделать по каким-то правилам законов? Нет, не должны. Ну, мы еще посчитали важным и нужным, да, чтобы это было открыто, понятно, и любой человек может зайти и посмотреть. В 90-е был рынок? Был, да. Безусловно. В 90-е был рынок, была свобода слова и была заказуха на российском телевидении. Да, был канал Гусинского, был канал Березовского, был государственный телеканал. И как с этим бороться? С чем бороться? С историей с Немцовым, белыми штанами и когда идет оборудование войны и так далее. Наличием другого телеканала, который дает другую точку зрения. Когда говорят, что олигархи раньше владели телевидением, но в результате было, что то, чего не скажет Гусинский, скажет Березовский. И наоборот. И это было лучше, когда единственным олигархом является государство, которое, если решило что-то не говорить, то тогда не говорят все. Ни первый канал, ни второй, ни четвертый, никакая кнопка не говорит, если государство решило, что оно про это не говорит. Но это бьющие. Как сделать так, чтобы олигархи или бизнесмены, которые будут владеть этими новыми большими телеканалами, не борзели? Они должны борзеть. Они создают продукт. Они должны бороться за аудиторию. Когда люди борются за аудиторию, борзо. Любыми методами. Любыми законными методами. Заказуха. Заказуха должна быть наказуема, неважно, канал этот государственный или частный, какая разница. Заказуха должна быть выявлена, подсвечена, и аудитория должна знать, что это канал заказной. Это вопрос опять потребления, я ставлю на рынок, это вопрос аудитории. Поэтому, когда разные олигархи или финансово-промышленные группы, или богатые просто люди владеют каналами с разной редакционной политикой, это для страны хорошо. Потому что это конкуренция за зрителя, за слушателя, за читателя, неважно. Мне кажется, что вообще с этим бессмысленно бороться, это обогрев космоса. Ну да, всегда владельцы, ну то есть, вы понимаете, СМИ же не существует в своем собственном таком аквариуме. Я всегда говорю, что почему сейчас такое отношение к СМИ? Потому что другие общественные институты не работают. СМИ это институциональная вещь. Но если не работает суд, если не работает законодательная власть, исполнительная власть и судебная, это не значит, что все эти функции должны нести на себе СМИ. То есть, если возникает какой-то конфликт, и если есть независимый суд, то этот конфликт решается в суде и широко освещается всеми средствами массовой информации. Вот и все. Я категорически противник любых запретов. Ну как бы, свобода слова, так свобода слова. Мы пройдем через эту историю, конечно же. Но всегда будут те средства массовой информации, которые не будут вовлечены вот в эту гонку за коротким рублем или за длинным рублем, за каким угодно. Есть то, что называется внутрикорпоративные правила. И как раз где-то к исходу 90-х вроде бы что-то такое стало сообщество пытаться вырабатывать. А развлечение между хорошим и плохим, между тем, что стоит делать, а что не стоит делать ни в коем случае. При этом, естественно, было все вот то, о чем вы говорите. Были медийные войны, и причем было понятно. Было понятно, насколько эти войны, междуусловно, Гусинским и Березовским, насколько они вредят вообще всем, потому что, всему сообществу. Потому что они дискредитируют профессию, дискредитируют хороших журналистов. Они аудиторию приучают к тому, что все продается за деньги, и у всех есть свой интерес, и никому доверять нельзя. Норильский Никель, недавно вышедший репортаж, BadComedian, который скритиковал вас. Вот как раз. Это заказуха и стандарты телека в Ютубе. Что вы можете ему ответить? Ну, я уже ответил, и мы сегодня выложили еще один ролик, где мы, признавая то, что мы в первом ролике дали позицию Норильского Никеля и не провели необходимых фактов, мы сделали интервью с экологом, который там на резиновой лодке, оплыл эти боновые заграждения, провел свои замеры и показали другую точку зрения. И какие бы сейчас не поменяли законы, какие бы не провели правила, например, допустим, для блогеров. Ну, допустим, да, то есть мы придумываем некий кодекс, он принимается, вот все, блогеры... Понимаешь, опять же, если мы находимся в этом контексте, это не будет работать или будет работать избирательно, выборочно, то, как сейчас и происходит. Если мы говорим про идеальную, как бы, ну, как бы картину мира, да, идеальную, мне кажется, вопрос все равно репутации раз, понимаешь, ты раз-два дал фейк, понимаешь, все, ты теряешь свою репутацию, понимаешь, вопрос, надо ли это регламентировать правилами, не знаю. Ну, потому что они уже есть, ну, то есть не вопрос даже закон, что фейк делать плохо, ну, да, то есть надо проверять. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но опять же, то, что нас там раскритиковал BadComedian, это показывает, как работает рынок. Вот кто-то один облажался, я уже про это говорю, сознательно или по недосмотру, и тут же появились другие влиятельные ютуберы, которые к этому привлекли всеобщее внимание, это стало предметом обсуждения. Вот так работает рынок, и тогда тот, кто, тот, к кому предъявляют претензии, должен отвечать на них, и это тоже нормально для рынка, доказывать свою правоту или признавать свою неправоту, что и было вот в этом, в этом кейсе проявлено. Название газета произошло от номинования мелкой итальянской монеты. В 16 веке за прочтение ежедневного публичного лиска с информацией, сообщениями о придворной жизни, торговых новостях, сообщениями из других городов платили одну газету. Именно доступность новостей и актуальные информации сыграли важнейшую роль в появлении демократии, наравне с индустриализацией, ростом ВВП и развитием гуманитарных наук. Без доступной информации люди бы просто не имели возможности узнать, что они могут жить лучше, о горизонтах, куда можно стремиться, и новых идеях. Мне интересно узнать ваше мнение о том, по каким правилам должны работать СМИ. Пишите в комментариях. Давайте думать о построении прекрасной России будущего вместе. Что должно случиться, чтобы «Медуза» переехала в Россию? Ну, «Медуза» и так в России, все-таки наши спецскоры все работают в поле в России, и часть новостников у нас в Риге, собственно, руководство, разработка, дизайн и все такое, то есть просто штаб-квартира. Журналисты работают в России. Чего? Вот. А переедем? Ну, переедем когда-нибудь. Ну, дай бог. Тогда, когда мы будем уверены, что к нам не придет одновременно вывоз мусора, пожарная инспекция, участковая, налоговая и ФСБ в масках, как приходят к вам. Продолжение следует.